Привет, ребята! Привет, княженцы! Ребята, у нас сегодня с вами речь пойдет про младенную семью Колесниковых, а в частности про Светлану Колесникову. Да, для меня этот персонаж, скажем, роликом открывается все больше и больше в своих каких-то красках и ипостасиях. Значит, Светлана Колесникова, последние ее влоги, где она в качестве блогера-оператора-главного действующего лица. Значит, начинается, вот ее вот утро, не знаю там что там, день, но не важно что. Вот с чего начинается ее день? Я просто до сих пор не могу разобраться. Раньше как-то я думал, что, блин, думал, ну много детей там, да, что вот это блогерство, там как бы, да, вообще там нет у нее времени ни на что. Но чем больше ее смотрю, тем, знаете, что думаю? Тем думаю, что время у нее есть на все. Но просто она не рационально это время использует. Потому, смотрите, я даже не знаю, даже как хоть это помягче сказать. Ну, смотрите, раньше, когда мы жили там, да, ну раньше наши бабушки жили там, да, у меня даже в семье вот есть, вот, я не знаю, там две, ну как бы две линии, по которым там жили прабабушки, у которых было там, вот, пять детей, без шуток, пять детей. Все справлялись. Мало того, что детей воспитывали там, да, все работали, работали не так, что просто там где-то там, ну, в магазине, там, на рынке там торговали, да, а работали в колхозах, то есть с самого утра раннего, там, шести часов до шести вечера, там, чуть не полдня работали, там, да. А когда были сезоны, где шиницы там и всего прочего, то вообще там, круто, завестали, хрен знает сколько это. Я к тому, что все работали, все справляли, все воспитывались, не были никто блогерами, естественно, ну, из-за того, что они не были блогерами, хватало времени на все. Тут же, значит, смотрите, блогеры, как бы пять детей, время впритык. Время впритык, может, конечно, и хватает, но судя по тому, что, как бы, по всему этому антуражу вокруг, это времени не особо на все хватает у Светки. Значит, показывают, какой-то на кухне комод, значит, оттуда все вытащила эта, Даринка из комода. Светланка при этом, что-то, что-то там вытащила, туда-сюда. Это, как мол, складывая назад там, да, я про себя думаю, блин, дорогая, ну, Света дорогая. А оттуда не только все это вытащить, но все это вытащить и выкинуть на свалку, потому что в одном ящике понамешано вот так вот, все, киси-миси. Еще девочка маленькая, кто залезла, что-то там покопаться, она там не принесет ничего нового, даже, может, наоборот, она ведет порядок, хоть оттуда по комнате хламидзе вынесет это, и куда-нибудь выкинет его, там, где-нибудь дома брось, потом выкинете на помойку. Значит, ладно, тут разобрались. Дальше наша, вот, Света там, да, опять говорю, та, у которой там много детей, там, да, казалось бы, там, работы по дому куча, там, везде надо порядок наводить, потому что порядок не наведешь, что случится? Да вообще, случится, вплоть то, что, наверное, вот в ванне, который, у них грибок на ванне, да, он скоро на своей жизни проживет и выйдет на ногах на обеих из ванной, как бы, и станет членом их семьи, потому что, это, ну, ну, все, дом бы докупили какой-нибудь, и мне кажется, что, вот, я давно еще говорил в начале своих первых сцен, этих роликов, обзоров, что дом требует, как вы понимаете, вложения, там, реконструкции, там, и амортизации, и прочее, да, если на нем не ухаживать, он придет в негодность, если еще, там, пять сорванцов, там, или сколько, там, сорванцов, ну, не вас, сорванцов, там, бегает, да, много детей, то он еще быстрее приходит в негодность, надо все подкрашивать, подбеливать, подчищивать, там, ну, это, не знаю, знакомо, не знакомо, знакомо то, что наша тетя Света берет дальше камеру и направляется к Лехе, она же блогер, она же звезда, значит, приходит к Лехе, это, значит, наш товарищ стоит, там, ну, пили дровишки на зиму, там, у меня тут один единственный вопрос, Этих дровишек хоть на зиму хватит, ну, понятное дело, большой сарай, ангар, фанера там прогорит только так, опять будут брикетами топиться получается зиму, а зиму передавали вообще будут мерзучие, холодные, блин, конечно жесть вообще. Ну ладно, значит, снимает. А, про Леху, про Леху, ну то, что, как бы не про Леху, хотел сказать, то, что он был без маски какой-нибудь, перчаток, средства защиты и прочее, даже говорить не стоит, это нормально все. Поснимал, значит, тут Леха ей какие-то сказки порассказывал, мол, там про дрова, там туда-сюда, знаете, вот Леха рассказывает, а тут прям такая поговорка вспомнилась, кот Васька слушает, да ест, это, Светка что-то стоит, там не слушает, как бы, ну, как, наверное, знаете, сюда залетело, это, отсюда не влетает, нет, оттуда остается, в голове у меня ведро остается, ладно, значит, постояла, что дальше наша блогерша делает, да, а, кстати, дальше наша блогерша, это, я забыл, дальше наша блогерша обед, обед по плану, это может, ну, короче, еду как всегда готовит, вот на это, знаете, над кастрюлей зависает, колдует, валит овсяную кашу, причем, знаете, вот, как вот целый, это, целый процесс, эту овсяную кашу сварить, ритуал, это, я помню, я эту кашу валил овсяную, это, да, ну, я уже говорил, вам рассказывал, я, как бы, бывший шеф-повар, ну, до всего прочего, там, якобы, в общем, детстве нравилась эта готовка, я, наверное, кашу научился варить, это в пять, без шуток, в пять лет варил кашу, тут стоит взрослая тетя и колдует овсяную кашу, он там варит, там, ну, это, как называется, не знаю, причем, нахрена свет, скажи, вот, нужна овсяная каша, тут такое дело, такое дело, такое дело, это, Никита у вас сертификат получил, там, да, про участие в олимпиаде, надо отмечать это дело, там, надо варить не кашу, надо варить какое-то блюдо, там, готовить какое-нибудь там мясо, пирог, там, да, вот знаешь, как, вот эти твои любимые рецепты, типа, как из ничего сделать чего, там, да, продуктов, то есть лайфхаку, вот эта кухонная, да, ну, и что еще, про Светку, мне тоже интересно, дома, главное, ей уже, это, Леха, оно облегчило, там, всю работу, видели, кстати, про этот робот-пылесос, который там был в последних сериях, там, робот-пылесос ездит, весь забитый, это, там, волосов, точнее, волосьев этих-то в этом роботе, вообще куча, этот робот ездит, потом, опять, там, Даринка вещи прибирает, Вадим, вопрос, что делает Светка, вот, ну, как, нет, полен, дело, что, Даринка, вещь прибирает, за приборкой Даринка следует еще одну приборку, ну, вот, как, вот, если, например, у меня бы, что, беряло бы ребенок, бы, вещи дома, там, неужели я бы позволил бы, что в шкафу, вещи были вот так, ребенок по-любому не сложит их ровно, если, конечно, ребенок, там, не знаю, там, 15 лет, он, может, и сложит их ровно, а если ребенок 5 лет, ну, что, разве, сложит их ровно, вещи, вы не помялись, там, да, и тут же, я не знаю, там, Светка перебирает вещи, когда, вот, например, Даринка их положит, там, шкафчик уложит, Светка следом перебирает или нет, Мешка, навряд ли, опять сугубо числичное мнение, опять мое все. Я к тому же просто, ребята, я вот из всего вот этого, что я сказал, я не могу понять, что делает Светом. Вот главный вопрос, что делает Светом? Готовит, когда, знаешь, защитники напишут, Светина, вот знаете, они прям постоянно пишут там, типа, ты не знаешь, там, это вот туда-сюда, магазинная семья, я очень тяжело за всеми убирать, туда-сюда ухаживать. Блин, ребята, ну как тяжело, я говорю. Во-первых, двое взрослых детей, которые могут уже помогать младшим, помогать матери. Леха, да, сам, как муж, нигде не работает, там, блогер, блогер, да, что он делает в этом доме, это может, естественно, там даже эту уборку проводить, там, да. И плюс Светка, я говорю, сегодня сделает то, не надо делать все, не надо там мыть весь дом. Сегодня помоя одну комнату, за вторую, позавтра третью, все, весь дом вымыт. Это, что делает Светлана? Нет, главный вопрос. Это, кто-то, сейчас мне напишут, там, знаете, есть готовит, есть готовит, да. И я опять повторюсь, раньше были семьи, там, наши, там, да, которые были, там, у бабушек, у прабабушек наших, раньше было, так всегда, у многих семей было, там, от трех до пяти детей, а то и больше. Ну, конечно, было, там, один и два, но старайся, можно больше, раньше, почему-то, блин, у многих детей больше семей было. Особенно, когда война была и прочее, там, да, это. И почему там, хоть все, все варили, все делали, и все было, как бы, там, нормально. Я даже не так, неправильно сказал. Все делали, и еще на работу ходили, там, в колхозы и прочее. А тут, значит, мы тут на работу не ходим, но есть готовим, как бы, и что, и все, есть приготовить на кухню, там. Да, блин, вот я с таким успехом, вот этим защитникам, хочу, ну, про защитникам, вот этим Лехинам сказать, там, да, они будут писать мне комментарии, что она делает, это. С таким успехом, знаете, можно варить вот такую вот кастрюлю, вот Леха может, там, сварить сам вот такую кастрюляку, там, да, на 15 литров этого борща, чтобы каждый день не варить его, а варить его через неделю, и все, и все, и все, не надо ей каждый день суп варить, там. И так же скажешь, вот такую кастрюлю, вот такими кастрюлями, и все, и все будет нормально. Вопрос остается открытым. Что делаете, Светлана? Пишите в комментариях. Вы только, знаете, матом не пишите, потому что там Ютуб у меня, во-первых, не пропускает маты, как бы все прочее. Так культурно, лояльник. Все. Короче, я просто люблю культурность и лояльность. Большое спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Город Павлович Княжев. С вами была встреча. Всем пока.